всем доброго времени суток дорогие друзья вы на моем спортивном канале и сегодня у нас очередная порция тупых вопросов итак первый вопрос у нас задает николай здравствуйте подскажите не вредно ли есть каждый день печень по 100 или 200 грамм а с чего бы и интересно было бы вредно есть это же обычная еда и есть не вредная и наоборот даже полезная там гемоглобин железо все такое в общем ее даже нужно есть но как бы если постоянно жрать то конечно надоест потому что я уже на диете как ты это делал вот но другого как бы особо и не пожрешь поэтому либо вареная грудка либо печень так следующий нам пишет кто там у нас а ну-ка андрей пишет андрейку и так а можно ли принимать гейнер если я давно не занимался и не будет ли никакого вреда мне у-у-у-у какой ужас вообще андрейку андрей гейнер это всего лишь углеводы то есть ты же макароны ешь и не боишься за то что ты от них умрешь это обычные углеводы такие как макароны каши и все остальное просто как бы ну их сделали так чтобы ты мог приготовить себе вкусный коктейль со вкусом чего угодно чего-то там взял вот и все это обычные углеводы ничего такого там нету так следующий нам пишет айнура какие веса а бы какие быца посоветуете хочу накачать ягодицы во-первых быца ягодицы не качают даже протеин ягодицы не качает их качает тренировки а вот а чтобы они реально подрасти сначала набрать массу а потом немножко можно подрельефиться а вот но быца в этом вам как вы особо ничем не помогут так следующий у нас пишет опять андрей какой-то но это же другой какие противопоказания есть по применению гейнера ой наверное это один и тот же может и нет не знаю никаких противопоказаний вообще нет то есть это обычные углеводы как я уже сказал и как бы то абсолютно безопасная пищевая добавка жрачка можно так сказать так что ничего страшного ничего такого там нету так следующий у нас пишет фатима фатима можно ли использовать детскую смесь малютка вместо протеина в каком виде лучше ее принимать и в какое время ну во первых и протеин малютка не заменит потому что это углеводная смесь а протеин это белок белок понимаете белок а это углеводы поэтому это вам не подойдет мы не вместе вы конечно массу набираете и хотите с жирком тогда пожалуйста углеводы а если нет тогда вам белок во всяком случае протеин это не заменит так следующий нам пишет опять андрей какой-то пишет здравствуйте какая продолжительность приема протеина читал чтобы организм не привык к нему и не перестал сам восстанавливаться где это где же такую дегенеративную инфу пишут вообще что за сайты такие что за люди блин идиоты какие-то вообще как протеину у тебя же к говядине организм не привыкает курятине не привыкает да то вдруг там чё блин перестанет усваивается и все что-то там обычная еда который протеин добывают протеин это белок вообще переводится его добывают из сывороточного вернее сывороточный белок добавят из молочно-кислых продуктов говяжий протеин понятное дело из говядины потом яичный протеин зиц ничего особенного такого там нету вот это обычная еда и как бы принимать можно постоянно и не только кстати спортсменам а и всем людям следующий нам пишет олег здравствуйте занимаюсь зале по методике вашей программы на похудение кардио только беговая дорожка у меня метаболизм и как с ним бороться не получается употребление пищи снизу можете ли посоветовать какие в аптеке лучше взять белковые таблетки кушать 5-6 раз в день не получается исходя из работы я чуть не понял вообще вопрос метаболизм таблетки протеиновые еще что-то там такой у меня ноги мне домой так на похудение у меня метаболизм а замедленный наверное метаболизм то есть черепаха наверно может у тебя еще температура тела там я не знаю 15 градусов вообще у человека не может быть замедленного метаболизма на мой взгляд вот некоторые говорят что да а я говорю что нет потому что замедленный метаболизм подразумевает собой под собой падение температуры тела то есть у человека постоянная температура 36 636 5 там 36 и 7 градусов то есть если ниже падает температура мы очень плохо себя чувствуем а если у нас температура тела до 35 градусов упадет то мы отбрасываем коньки вот такая вот природа поэтому не может быть замедленного метаболизм вот может быть немножко повышенный метаболизм то есть и за счет и повышения температуры да там 36 7 38 есть люди у которых 37 градусов температура и не горяченькие такие вот у понятное дело там калорий расходуется гораздо больше вот у них повышенный метаболизм а пониженного ну я не знаю это надо быть черепаха чтобы у тебя был пониженный метаболизм это из разряда того что там не знаю кость широкая в общем такого копал как по мне такого просто быть не может вот у всех все одинаково ну плюс-минус да но тем не менее температура тела у нас такая и ниже она быть не может соответственно метаболизм тоже ниже быть мне не может потому что если он падает падает температура тела в итоге мы отбрасываем коньки вот так вот как то так что вот такие вот сегодня были вопросы есть у вас есть какие-то вопросы обязательно пишите в комментариях пожалуйста подписывайтесь на канал если вы не подписаны ставьте лайк обязательно и делаем репосты в соц сетях пожалуйста вам это ничего не будет стоить а мне это будет кстати говоря полезно так что спасибо за просмотр дорогие друзья всем спасибо пока